О боже мой, положите это на место. Вы этого не видите и не слышите. Но Wi-Fi распространяется по всем нашим домам, городам и школам. Сегодня дети растут в море радиочастотного микроволнового излучения, которого не существовало 5 лет назад. Наши агентства по безопасности оспаривают тот факт, что беспроводные устройства, такие как мобильные телефоны, причиняют вред. Я не думаю, что в данный момент можно с уверенностью утверждать, что использование мобильных телефонов действительно вызывает рак. Сотовые телефоны излучают импульсное излучение. Но некоторые из ведущих ученых мира и отраслевых инсайдеров выходят из строя, чтобы предупредить нас о рисках. Существует связь между интенсивным использованием мобильных телефонов и опухолями головного мозга. Всю свою карьеру я работал в сфере высоких технологий и видел, какие огромные преимущества могут принести технологии. Меня беспокоит то, что никто не может сказать, что это безопасно. Вызывают ли мобильные телефоны рак мозга? А не вызывает ли нас болезнь Wi-Fi? В этом эпизоде я расскажу о последних исследованиях и дам рекомендации по безопасности наших современных беспроводных устройств. Цифровая революция изменила нашу жизнь. Телефоны, планшеты, часы и ноутбуки подключены к беспроводным сетям. Мы используем эти устройства для совершения звонков, отправки текстовых сообщений, написания электронных писем, воспроизведения музыки, фотосъемки и даже просмотра телевизора. На самом деле есть вероятность, что вы прямо сейчас смотрите это на своем беспроводном устройстве. Примерно за 10 лет мы перешли от эквивалента лошади и баги к реактивному самолету. Технологические преобразования не имеют себе равных. Больше всего нас беспокоят устройства, которые находятся непосредственно рядом с телом. Мобильный телефон, беспроводная связь. Когда американскому онкологу-эпидемиологу доктору Диборе Дэвис впервые рассказали о рисках, связанных с мобильными телефонами, ее реакцией было предсказуемое недоверие. Я спросила, о чем вы говорите. Никаких проблем нет. Если бы была какая-то проблема, я бы об этом знала. Потому что, конечно же, я работала в Национальной академии наук. Я работала в Институте рака, профессором эпидемиологии в Питтсбургском университете. И, честно говоря, я думала, что в этом нет ничего особенного. Однако потом я начала присматриваться. И чем больше я присматривалась, тем больше меня это беспокоило. Доктор Дэвис сделала выдающуюся карьеру в качестве назначенца президента в администрации Клинтона и получила международное признание за свою работу в области охраны окружающей среды, здравоохранения и профилактики заболеваний. Недавно она была в Австралии, где проводила серию открытых семинаров. Люди считают, что все в порядке, пока у нас нет доказательств того, что мы находимся в эпицентре катастрофы. Сегодня во всем мире насчитывается более 6 миллиардов абонентов телефонной связи, многие из которых являются смартфонами с приложениями, которые часто принимают и передают электромагнитные сигналы. Аналогичным образом человеческое тело обладает электромагнитными полями. Электрические токи протекают по нервным волокнам и мышечной ткани, и внешнее вмешательство может нарушить эти сигналы. Наше сердце и наш мозг наэлектризованы. Мы должны понимать, что подвергая наше электрическое тело воздействию излучения мобильного телефона в течение тысяч минут в месяц, сотен часов в течение всей жизни. Это приводит к, чтобы оказать на тебя биологическое воздействие. На самом деле, Блэкбери поставляется с предупреждением. В нем говорится, что если у вас в груде имплантирован кардиостимулятор, держите мобильное устройство на расстоянии не менее 20 сантиметров. Ну что же, ваше сердце – это кардиостимулятор, независимо от того, установлен в нем аппарат или нет. Очевидно, что вы хотите защитить свое сердце и все остальное тело. Финский радиационный биолог Д.Р. Дариус Лозинский является международно признанным экспертом в области радиационной безопасности и консультантам ВОЗ по этим вопросам. Он говорит, что большинство людей, пользующихся смартфонами в наши дни, возможно, невольно нарушают пределы безопасности своих устройств. Иногда человек кладет в карман мобильный телефон, подключенный к интернету. В таком случае нарушаются правила безопасности, и этот сотовый телефон не соответствует требованиям безопасности, как только его кладут в карман. Телефоны производятся таким образом, чтобы излучение, которое они излучают, не могло привести к перегреву тела и термическому повреждению. Это называется удельным коэффициентом поглощения. Но во время тестирования телефон располагается на некотором расстоянии от корпуса модели. Поэтому, когда вы кладете смартфон в карман прямо к телу, вы, возможно, превышаете нормы безопасности. В целях соблюдения норм безопасности, мобильный телефон должен находиться на некотором расстоянии от тела. Значит, справедливо будет сказать, что иногда люди каждый день нарушают стандарты безопасности своих мобильных телефонов. Да. Это просто шокирует. Я не думаю, что люди осведомлены об этой информации. Потому что никто об этом не говорит, включая органы по радиационной безопасности. Они просто не упоминают об этом. Электромагнитное излучение присутствует повсюду. Мы всегда подвергались воздействию естественных источников, таких как Солнце. Но есть некоторые источники радиации, созданные человеком. Сегодня с распространением мобильных и беспроводных технологий и устройств, излучающих искусственное радиочастотное излучение. Некоторые утверждают, что мы подвергаемся воздействию уровней в квинтиллион раз превышающих выше естественного фонового уровня. Спектр электромагнитного излучения варьируется от ионизирующего излучения, такого как рентгеновские лучи, энергии которых достаточно, чтобы сбить электроны с орбиты и вызвать рак. Да не ионизирующего излучения, такого как микроволны, которые обладают гораздо меньше энергии и считаются более безопасными. Мобильные телефоны, планшеты, телефонные вышки, интеллектуальные счетчики, радионянии, вай-фай, маршрутизаторы – все это источники радиочастотного микроволнового излучения. Профессор Брюс Армстронг входил в состав группы экспертов по радиации, которая собралась для Международного агентства по изучению рака, или МАИР. Перед группой была поставлена задача проанализировать, может ли радиочастотное излучение вызывать рак. Его решение по сути сводилось к тому, что это вещество, возможно, вызывает рак. Это означает, что радиочастотное излучение теперь классифицируется как возможный канцероген для человека второго класса В. Это было неизбежно противоречивое решение. Каково было ваше личное решение? Я думал, что сделал все правильно, основываясь на имеющихся доказательствах. Активные пользователи – это те, кто разговаривает по мобильному телефону по 30 минут в день на протяжении более 10 лет. Журналисты вроде меня, торговые представители, брокеры и даже подростки в наши дни легко подпадают под это определение. Поэтому я обратилась в наше федеральное агентство, ответственное за защиту нас от вредного воздействия радиации. Я попросила одного из их физиков, доктора Кена Карапетуса, высказать свое мнение о решении Майер. Лично я не думаю, что это должна быть двойка В. Другие люди говорят, что она должна быть выше. Доктор Карапетус говорит, что причин для беспокойства нет. Мы проводим исследования в этой области в течение очень долгого времени, и наша оценка фактических данных показывает, что хотя некоторые исследования действительно показывают эффекты, нет никаких установленных доказательств того, что низкие уровни радиочастотного излучения от планшетов, телефонов, Wi-Fi и всего, что у вас есть, оказывают воздействие на здоровье. Значит, наша компания на самом деле не утверждает, что эти устройства безопасны? Мы можем только дать совет по оценке доказательств. Мы не даем гарантии безопасности. Я не думаю, что ученый может это сделать. В Антарио находится бывший глава канадского подразделения Майкрософт Фрэнк Клёг. Он получил ценную информацию о махинациях индустрии высоких технологий. Всю свою карьеру я работал в сфере высоких технологий и видел, какие огромные преимущества могут принести технологии. Меня беспокоит то, что никто не может сказать, что это безопасно. Вся моя отрасль и все правительственные учреждения утверждают, что нет никаких доказательств причинения вреда. И на мой взгляд, это не то же самое, что утверждать, что это безопасно. Мистер Клёг обращает ваше внимание на то, что стандарт безопасности защищает людей только от термических повреждений, которые могут возникнуть в результате перегрева. Но ученые доказали, что устройства, излучающие излучение, могут вызывать повреждения ДНК без нагревания тканей. Это не тепловые эффекты. К сожалению, стандарты безопасности в Северной Америке и Австралии основаны на теории, которой уже много десятилетий. Согласно которой, если ткань не нагревается, то она не может причинить вреда. И это просто устарело. И то, что говорят нам биологи, и то, что я показал во многих экспериментах и опять же в опубликованных статьях, прошедших экспертную оценку. Это то, что повреждения происходят на уровне ДНК, и с биологической точки зрения именно нетепловое излучение может причинять и действительно причиняет вред людям. Например, есть убедительное доказательство того, что мобильные телефоны могут повредить сперматозоидам. Что может произойти, когда мужчина держит свой смартфон в кармане? Если вы берете сперму у здорового мужчины и помещаете ее в одну пробирку, она не подвергается воздействию мобильного телефона и другой пробирки, получает огласку. Сперматозоиды, подвергшиеся воздействию мобильного телефона, умирают быстрее, у них больше повреждений митохондриальной ДНК, которое является двигателем, заставляющим клетку работать. Исследования по всему миру неизменно показывают, что у самых активных пользователей мобильных телефонов количество сперматозоидов самое низкое. В последнее время эти исследования не рассматривались в обзорах, и постоянно появляются новые данные. В этом отчете обеи инициативе представлены сотни рецензируемых работ, подтверждающих биологические изменения, вызванные беспроводными передающими устройствами, которые могут происходить в тысячи раз ниже порога безопасности. Он был сформулирован независимыми врачами и учеными из более чем 10 разных стран. Но у нашего танкиста другая точка зрения. Безусловно, есть некоторые исследования, которые показали влияние на сперматозоиды, но есть много других исследований, которые этого не показали. Нет никаких убедительных доказательств того, что существуют биологические эффекты, отличные от повышения температуры. Таким образом, данные действительно противоречивы, и на данный момент их недостаточно, чтобы утверждать, что мобильные телефоны действительно влияют на сперматозоиды. С момента принятия решения МАИР в 2011 году появилось больше доказательств, которые подкрепляют их выводы. Исследования Серенет и Хардел выявили связь между интенсивным использованием мобильных телефонов и редкими опухолями головы. Эти исследования дают более убедительные доказательства, чем те, что имелись в распоряжении МАИР на тот момент, что существует связь между интенсивным использованием мобильных телефонов и опухолями головного мозга. Эти исследования вызвали призывы повысить классификацию с 2В до 2А. С тех пор я и мои коллеги, некоторые из которых в прошлом работали со мной во Всемирной организации здравоохранения, только что опубликовали статью, в которой говорится, что излучение мобильных телефонов является вероятным канцерогеном для человека. Новые исследования показывают, что у людей, которые начинают регулярно и интенсивно пользоваться мобильными телефонами в подростковом возрасте, в 4-8 раз чаще развивается злокачественная глиома. Это опухоль головного мозга. Прошло 10 лет. Опасения по поводу того, что мобильные телефоны могут вызывать опухоли головного мозга, не ново. Мы имеем право знать. Ранее представители отрасли совместно финансировали исследования, надеясь разрешить спор раз и навсегда. Да. Исследование внутренней телефонной связи проводилось с 2000 по 2004 год. Результаты должны были быть опубликованы в 2005 году. Потребовалось 5 лет, чтобы опубликовать результаты исследования внутренней телефонной связи. И это было не потому, что наука не была ясна. Это было из-за напряженной политической борьбы, которая велась между членами команды, некоторые из которых были в значительной степени спонсированы промышленностью, а другие были более независимыми. В большинстве исследований говорилось, что результаты были неубедительными. Фактически, данные, приведенные во втором техническом приложении, показали, что у наиболее активных пользователей значительно повышен риск развития рака мозга. Производители мобильных телефонов сами осознают потенциальные риски, поэтому недавно они разместили предупреждение на каждом устройстве. Итак, сначала вы заходите в «Настройки», а затем в «Общие». Затем вы переходите к «А» примерно вверху. Тогда вам придется хорошенько присмотреться. Вы должны пройти весь путь до самого низа, до того, что называется юридическим. Да. А затем вы переходите к радиочастотному облучению. Конечно. Я никогда не пользовалась этой частью своего телефона. Ну что же, вот видите. Здесь написано, что для уменьшения воздействия радиочастотного излучения используйте функцию громкой связи, например, встроенную громкую связь. В вашем документе указано, что iPhone следует держать на расстоянии не менее 10 мм от тела. В моем – не менее 5 мм. Что вы думаете об этом предупреждении? Я думаю, что это предупреждение таково. Я думаю, что они ведут себя немного лицемерно, пытаясь заставить вас покупать все больше и больше свободного времени для разговоров. А затем говорят вам, что вы должны ограничить свое воздействие. Не только телекоммуникационные компании проявляют осторожность в отношении потенциальных рисков. Страховой гигант Lloyd's of London исключает страхование заболеваний, вызванных электромагнитным излучением. Когда речь заходит о микроволновых передатчиках, таких как вышки мобильной связи. В ряде других стран по всему миру установлены более строгие пороговые значения безопасности по сравнению с Австралией. Мы знаем, что в Китае, Италии, Швейцарии и России действуют стандарты в 100 раз более безопасные, чем в Канаде. И это то же самое, что и в Австралии. Это вызвало опасение, что наша танковая группа не в курсе последних данных. Когда в последний раз наша танковая группа обновляла свои стандарты безопасности? Мы опубликовали стандарт в 2002 году, но в 2014 году мы провели обзор научных данных, лежащих в основе стандарта. В результате обзора было установлено, что ограничения стандарта по-прежнему обеспечивают адекватную защиту от известных последствий радиочастотной энергии для здоровья. По моему мнению, любое государственное учреждение, которое проводило проверку за последние 2-3 года и не внесло существенных изменений в свои стандарты безопасности, не провело надлежащего тщательного анализа научных данных. А если вы вспомните, что произошло за последние десятилетия, то вспомните, как появился сотовый телефон, смартфон, не так ли? 12 лет назад Wi-Fi был недоступен. Так что любое правительственное учреждение, утверждающее, что их стандарты десятилетней давности являются актуальными, устарело. Когда речь заходит о риске, связанном с использованием мобильных телефонов, компания Arpanzer приводит данные о показателях заболеваемости раком мозга среди населения Австралии, что, по их словам, опровергает идею о том, что мобильные телефоны вызывают рак мозга. Мы изучили показатели заболеваемости опухолями головного мозга за последние 30 лет. Показатели заболеваемости опухолями головного мозга остаются довольно стабильными. Я ознакомила доктора Дэвис с этими данными, когда она была здесь, в Австралии. Те, кто утверждает, что отсутствие роста заболеваемости раком мозга, говорит о том, что мобильные телефоны безопасны, не понимают, что такое рак мозга. У него большая задержка. Когда в конце Второй мировой войны на Японию упали бомбы, мы следили за каждым человеком, который выжил. Именно столько времени потребовалось для развития рака мозга после такого воздействия. Поскольку использование сотовых телефонов экспоненциально возросло только за последние 5-10 лет. Доктор Дэвис говорит, что еще слишком рано исключать возможность того, что мобильные телефоны вызывают проблемы у населения в целом. В окружающей среде нет ни одной причины возникновения рака, которая проявилась бы у населения в целом через 10 лет. Это ни асбест, ни табак, ни дез, ни бензол. Ни одна из них не проявилась бы через 10 лет. Так что, конечно, сейчас мы не наблюдаем роста заболеваемости раком мозга. Ничего подобного не ожидается. Доктор Дэвис говорит, что если вы хотите получить более точную картину того, что происходит с заболеваемостью раком мозга, вам следует более внимательно присмотреться к конкретным группам, а не к общей популяции. Однако, если посмотреть на конкретные группы, то можно заметить увеличение числа случаев рака головного мозга у молодых людей определенных типов в определенных местах. Хотя рак головного мозга встречается редко. Последние данные по США показывают статистически значимый рост числа злокачественных и незлокачественных опухолей головного и спинного мозга у подростков. Это не означает, что причиной рака являются мобильные телефоны, но это может быть фактором. Нейрохирург Чарли Тио недавно присутствовал на семинаре, где доктор Дэвис представляла свои доказательства. Он привел с собой свою хирургическую бригаду. Как врач первичной медико-санитарной помощи в Центре помощи пациентам с раком головного мозга. Я считаю своей обязанностью попытаться выявить некоторые потенциальные причины рака головного мозга, если мы их найдем, проинформировать о них общественность. Самое сильное воздействие, которому подвергается человек, это использование мобильного или беспроводного телефона. Имеются некоторые эпидемиологические данные о возможной связи между длительным использованием мобильного телефона и некоторыми опухолями головного мозга. Этих данных недостаточно, чтобы утверждать, что мобильные телефоны действительно вызывают рак, но такая возможность остается. Так что у тех, кто заинтересован в снижении риска воздействия мобильных телефонов на голову, есть свои преимущества. И на самом деле мы дадим вам совет, как это сделать, используя комплект громкой связи или переведя телефон в режим громкой связи или различными другими способами. Сейчас, когда речь заходит о детях, в этой области недостаточно доказательств. Поэтому наша рекомендация несколько более жесткая. Мы действительно рекомендуем родителям ограничить использование мобильных телефонов своими детьми. В заявлении австралийской индустрии мобильной связи говорится, что нет никаких свидетельств какого-либо дополнительного риска для детей, связанного с технологиями мобильных телефонов. Но исследования, касающиеся детей, ограничены, поэтому нельзя исключать возможность причинения вреда. Это увеличивает количество белков теплового шока. Это увеличивает количество активного кислорода. Компания доктора Дэвис вызвала критику, но она остается непокорной. Подбираете ли вы данные таким образом, чтобы они соответствовали вашим аргументам? Нет, я не придираюсь к своей работе. Что касается мобильных телефонов и рака мозга, реальность такова, что каждое хорошо продуманное исследование, когда-либо проводившееся, выявляет повышенный риск развития рака мозга у самых активных пользователей. И диапазон этого риска составляет от 50% до 8 раз. Это факт. Это редкие опухоли головного мозга, такие как злокачественная глиома. А по детям практически нет доступных данных. Сегодня дети растут в море радиочастотного излучения, микроволнового излучения, которого не существовало 5 лет назад. Череп ребенка тоньше. Его мозг содержит больше жидкости. Продукты готовятся в микроволновой печи, если в них содержится больше жидкости и жира. Так как череп тоньше, а мозг содержит больше жидкости, ребенок будет поглощать больше радиации по сравнению со взрослым. Д. Хейс. Ученые смогли это продемонстрировать. Итак, каковы были результаты у взрослого человека? Ну что же, вы можете видеть, что самое сильное излучение здесь обозначено красным цветом, и оно попадает только в первую часть глаза, щеку и ухо, верно? Так что все остальное на самом деле не заходит так далеко. Это самый слабый цвет. Но если вы посмотрите на трехлетнего ребенка, то увидите, что он проходит через всю голову. Ничего себе. Так что он проникает почти до другой стороны уха. Вы правы. Это невероятно. Да. А теперь скажите, знаем ли мы, что это приводит к последствиям для здоровья ребенка? Нет. Мы этого не знаем. Мы должны быть такими же. Должны ли мы быть обеспокоены? Вы хотите провести эксперимент на своих детях? Продолжайте. Я не думаю, что у нас есть какие-либо основания считать это хорошей идеей. И на самом деле производители сейчас дают рекомендации. Компания Samsung выступила с заявлением о том, что мобильный телефон – это не игрушка. Когда речь заходит о снижении риска, все зависит от близости устройства. Уровень радиационного облучения экспоненциально снижается с увеличением расстояния. Здесь расстояние ваш друг. И дети, конечно же, груднички, никогда не должны находиться близко ни к одному из этих устройств. Они были протестированы на этом большом взрослом парне. Они никогда не тестировались на младенцах и малышах ясельного возраста. Любой родитель, который дает своему ребенку поиграть с устройством, потому что оно сводит его с ума, переведите его в режим полета, потому что если оно находится в режиме полета. Они все еще могут играть в эту игру, но они не посылают и не принимают микроволновое излучение. Так что дело не в том, что не должно быть никаких устройств. Просто нам нужно быть более осторожными в том, как мы их используем. Я имею в виду, что на самом деле, когда дело дошло до курения сигарет, мы понятия не имели об этом механизме. Нейрохирург Чарли Тио ограничивает воздействие на своих детей. Дети не получали их до тех пор, пока не подрастут и не достигнут половой зрелости. Я категорически запрещаю им использовать их, прижимая к голове. Они должны включить громкую связь или использовать какое-либо другое устройство. Когда они ложатся спать ночью, они должны держать его как минимум на расстоянии вытянутой руки от головы, а не под подушкой или на прикроватном столике. В одном исследовании, в котором приняли участие 14 стран, в настоящее время оценивается, увеличивает ли использование мобильных телефонов в раннем возрасте. Частоту ранних опухолей головного мозга у тысячи молодых людей. Результаты будут опубликованы в этом году. В отличие от мобильных телефонов, которые можно отключить, Wi-Fi работает постоянно. Это набор инструментов для 21 века. Все в порядке. Революция в сфере образования, произошедшая в 2008 году при правительстве Рада, привела к внедрению Wi-Fi роутеров в государственных школах по всей стране. Но некоторые родители обеспокоены тем, что их дети могут пользоваться Wi-Fi в классе. Так что, по сути, когда ребенок поступает в старшую школу, он находится в школе от 4 до 6 лет. И подвергается воздействию радиочастот, микроволнового излучения, двух возможных вариантов броска и маршрута, это пульсация в течение всего дня каждый день. Кроме того, у вас есть мобильные телефоны и их ноутбуки. Таким образом, вы получаете целый спектр радиочастотного микроволнового излучения, которому мы никогда раньше не подвергались. Итак, что касается эффекта наслоения, кто может сказать, каковы будут последствия этого для долгосрочного будущего этого ребенка? К сожалению, нам не был предоставлен доступ для измерения уровня излучения Wi-Fi в этой школе. Департамент образования напрямую не ответил на наш вопрос о рисках, связанных с подключением детей к Wi-Fi. Но они заявили, что правительство Австралии поддерживает исследования по изучению последствий использования Wi-Fi. Влияние электромагнитной энергии на здоровье людей. Либи говорит, что родителей не следует заставлять выбирать между обучением своих детей и их защитой. Это почти что случай вынужденного согласия. В мире, где мы подписываем в школе квитанция разрешения абсолютно на все, ни один родитель не разрешил своему ребенку сидеть в зоне двух возможных канцерогенов класса B. Но при этом они не осознают, что именно в ней они сидят. В начале моей карьеры мы участвовали в кампании по внедрению технологий в школах, которая включала в себя Wi-Fi. Так что да, я был сторонником, и я хотел бы знать то, что знаю сейчас. Потому что я надеюсь и верю, что мое послание было бы другим. Если вы не можете сказать, что это безопасно, то вам следовало бы быть осторожнее в том, как вы его используете. Отраслевой орган признает обеспокоенность по поводу большей уязвимости детей в процессе развития, поскольку молодые люди будут пользоваться Wi-Fi большую часть своей жизни, в отличие от нынешнего взрослого поколения. Но они также говорят, что это уже учтено при определении порога безопасности. В то время как позиция правительства Австралии в отношении Wi-Fi остается неизменной, другие страны вносят изменения. Например, во Франции был принят закон, запрещающий использование Wi-Fi в детских садах. Национальная библиотека Франции и другие библиотеки Парижа полностью отключили сети Wi-Fi. Нам действительно нужно создавать цифровых граждан, и мы хотим, чтобы дети знали, как пользоваться интернетом, как находить информацию. Все это очень важно. Везде, где это возможно, правительство Израиля рекомендует использовать проводную связь, а не беспроводную. В школах мы должны использовать проводную связь, когда это возможно. Маршрутизаторы прямо сейчас запрограммированы на работу 24 часа в сутки. Для этого нет никаких причин. У них должен быть переключатель включения и выключения. И это касается не только школ. В наши дни во многих домах и офисах также есть Wi-Fi. Расположение маршрутизаторов действительно важно. Не устанавливайте маршрутизатор в своей спальне. Не ставьте беспроводной телефон рядом с кроватью. Держите эти предметы на некотором расстоянии от себя. Вы можете установить свой роутер в шкафу, как можно дальше от того места, где люди обычно проводят время. Именно так вам и следует поступить. И если вы не можете этого избежать, ведь вы живете в маленькой квартире, заведите привычку выключать его, конечно же, когда спите. Что мы сделаем, так это просто включим маршрутизатор с помощью нашего выключателя. По сути, мы установили в средней школе несколько простых переключателей, которые будут работать немного так же, как выключатель света. И это было опробовано в нескольких классах, где если учителю понадобится компьютер на этом уроке, они могут использовать его. Они просто включат переключатель, и маршрутизатор запустится. А если в нем нет необходимости, они его выключат. Так что все довольно просто. Нет никаких сомнений в том, что потребители находятся в замешательстве. Поступают противоречивые сообщения. Существует огромное количество научной информации. Я получаю некоторое освещение в прессе, но затем это опровергается промышленностью. Мне стыдно признаться, но я считаю, что моя отрасль проводит кампанию, направленную на то, чтобы похоронить науку и запутать информацию о вредном воздействии беспроводных устройств. Мистер Клёк обеспокоен тем, что могут повториться ошибки прошлого. Вы никогда не курили. Одна из лучших аналогий, которые я слышал в этом сценарии, это использование табачной модели. Где, как вы знаете, мы знаем, что первое научное исследование показало, что курение сигарет причиняет вред еще в 1960-х годах. Табачной промышленности удалось задержать принятие законодательства и донесение информации до общественности на десятилетия. Фильтр Ревин – это экологически чистые сигареты. Я считаю, что моя отрасль использует ту же модель и запутывает науку, нанимая ученых для того, чтобы они ставили науку под сомнение, вводя правительство в заблуждение и заставляя его быть страдающей запором и не принимающей законы, которые им необходимо принять. Но когда мы обратились в отраслевую организацию, они возразили против критики, заявив, что они открыто обсуждают научные данные на своем веб-сайте и продолжают финансировать исследования воздействия радиочастотного излучения на здоровье. Вы действительно хотите увидеть доказательства того, что у нас миллионы людей болеют раком, как это было с табаком и асбестом? Есть ли какие-либо сомнения в том, что нам следовало действовать раньше? Мы действительно совершим огромную ошибку, если продолжим принимать неоднократные заверения в том, что все в порядке. Для получения дополнительной информации об исследованиях, упомянутых в этой программе, вы можете зайти на наш веб-сайт.